Всех приветствую, я Донис, мы продолжаем проходить Red Dead Redemption 2 и начнем мы сегодня со стрижки и бритья. Причем игра сразу загрузилась прямо тут вот, намекая нам. Да, давненько пора. Да, под ноль, чтобы не мучиться. Вот так. Так, а сам подстрижься он тут не может, только напомадить. Ну давай напомадим. Помадка-то для волос. Использована. Ну какой красавец, а? Вот сейчас под венец. Или как-то там. Другое дело. Так, какие у нас дела вообще? Десая Трелони. Эх ты, старый прохиндей. Теперь у нас поселился. Артур! Артур, ты занят? Что такое? Я знаю, ты считаешь меня изнеженным фигляром. Кем? Человеком слов, а не дело. Практически не мужчиной. Ну, я думаю, что ты хоть и скользкий, как уарь-масля. Да, он всё равно мужик. Потому что, похоже, что я нашёл кое-что интересное. Да ну? Ты когда-нибудь грабил дилижанс? Нет. Ну что ты? Как ты мог такое даже подумать? Ну, конечно же, я грабил чёртовы дилижансы. И ты это знаешь. И что же самое сложное в грабеже дилижансов? То, что вооружённые люди пытаются садить себе пулю в лоб. Не совсем. Проблема в добыче. Я имею в виду, прибыльно ли их грабить? Или да. Я знаю, но... Что ж, если ты желаешь пойти со мной, то я познакомлю тебя с моим новым лучшим другом. Он даст наводку на столько разных дилижансов с ценным грузом, что даже самый кровожадный дегенерат будет доволен. Но мне довольно трудно угодить. Так где этот твой друг? Роудсе. Потому что там-то что может пойти не так? Ну, поезжай вперёд, и мы всё узнаем. Эх, опять я соглашаюсь на эту дрянь. Ну давай, мы же не пешком туда пойдём. Хорошо. Погнали. Знаем побольше о Трилоне. Я смотрю, у тебя тут полно знакомых. Ты же знаешь, я люблю звонить друзей в нижних слоях общества. Ага, тебя вообще сюда занесло-то. Я сам могу тебя об этом спросить. Лично у меня тут были кое-какие обязательства. Нужно было покрыть расходы. Расходы? Какие расходы? Трости. Кролики, чтобы доставать их из шляп. В том числе. У меня тут был неплохой бизнес. Акции золоторудной компании. Великолепная прибыльность для состоятельных инвесторов. Но всё пошло прахом после тех проблем с законом. Да, так оно всегда бывает. Кстати, спасибо за то, что смылся во время той истории с Шоном. Я сделал всё, что мог. От каждого по способностям, мой мальчик. Знаете, парни, вам бы лучше быть поосторожнее с этими двумя семействами. Город маленький, а люди любят волтать. Я говорил про это Хозии. Ты же его знаешь. Ну, в общем, пока они ищут радугу, под которой закопан горшок золотом южан, я предлагаю тебе нечто более реалистичное. Так куда именно мы направляемся? На станцию. Тамошний Клэр Колден. Удивительный человек. Он много знает о том, когда и куда в этих краях едут дирижанцы. Ага, понятно. Можно и прибавить. Да, Трелония, конечно, мутный тип, но он знает, как заработать. Мы прибыли. Лошадей можно привязать снаружи. Артур, я тебе представлю. Где тут привязать? Давай поближе встанем. Вот здесь вот. Постоянно разговаривает с лошадью, правильно? Ну что, веди. Давай, иди за мной, говорить буду я. Мы же не хотим его напугать. О, чуть не забыл. Билл просил тебе передать. Он хочет как можно быстрее встретиться с тобой здесь, в городе. Это как-то связано с Грейми. Я решил, что лучше сперва переговорить с тобой самому. Он меня и ищет? Ладно, спасибо. Привет, Олден. Привет, Джосайя. Как поживаешь? Роскошно. А ты, друг? Как я и говорил, времена настали тяжелые. Моя старуха плохая женщина. Даже ужасная. Таких, как она, много. Как дела на работе, Олден? Кошмар. Жалование снова резали, а еще я слышал, что изобрели безлошадный экипаж. Мы станем не нужны. Как говорят с тех пор, как изобрели колесо. Начальство вечно что-то замышляет. Знаю. Я с коллегами в таком положении, что нам сложно выполнять свои обязанности. Олден, мужчина в положении. Это вообще не мужчина. Вообще не мужчина. Мой друг Артур приготовил для тебя подарок. Держи. Как вы добры, сэр. Можешь звать его Артуром. Он свой. Человек нашего калибра. Хорошо. Сейчас самое время. Джессай, тебе это понравится. Он поедет на юг по дороге вдоль реки. Через Силтворд Странт. Спасибо, Олден. Большое тебе спасибо. И еще, Джессайя. Если ты или Артур будете в Стробери или в Анхоле, разыщите моего коллегу по имени Гектор. Он тоже один из... Как ты про нас сказал? В затруднительном положении, Олден. Именно. В затруднительном положении. Мне нравится, когда звучит. Ну, до свидания, Олден. И я должен сказать... Адью. По-адью тебе, Джессайя. Что это было? Я решил, что ты захочешь увидеть это представление. Он сказал, что по дороге вдоль реки через Силтворд Странт. Так, я знаю хорошее место, где можно подождать. Давай за мной. Шкура, это уже слишком давно, надо продать ее. Как-нибудь. Хорошо, поехали. Сюда. Да, оригинальная озвучка тут просто потрясающая. А что я говорил? Проще не бывает. Похоже, что в наше время многие станционные служители этим промышляют. Зарабатывают они крохи, да еще и профсоюзы их обдирают. Вот они и хотят подзаработать на стороне. Опять же, по его словам, там, в Строборе, много работали у человека твоих талантов. Я думаю, что мне стоит возвращаться с Стробори после истории с Микой. Я в этом месте так не волновался, мой мальчик. Ты же убил всех, кто мог бы тебя опознать. Столько неприятностей. Вы, джентльмены, становитесь знаменитыми, так? Скоро попадете на обложки бульварных романов. Ну и умрете, конечно. Надеемся, что успеем скрыться. В даче есть план. Если что-то пойдет не так, встретимся здесь, на перекрестке, хорошо? Ладно. Приехали, вот это место. Это место сойдет. Да. Вот. Надеюсь, они нам не понадобятся. Лучше не испытывать судьбу. Ну что скажешь? Ну, судя по всему, добыча находится в денежном ящике сзади. Я устрою небольшое представление, и ты сможешь отбежать дирижанс. Открыть ящик, забрать из него все добро. А как я открою денежный ящик, если не буду пристрелять пушку в голове ее хозяев? Вот, это должно помочь. Я советую сделать это тихо? Ну, я надеюсь, что полная тишина не понадобится. Но ты пожалеешь, что у тебя нет затычек для ушей. Миссис Дэмпсон. О, отлично, Олден, отлично. Конечно, если все пойдет неправильно, можешь, как обычно, достать пушку. Путь на чеку, они скоро приедут. Ммм, то есть тихо сработать? А вот и он, точно в срок. Начали. Не приближайся к ним, и прошу тебя, утира жизнь и не доставай свое оружие. Ах, не нравится мне эта работа. Проще всех перестрелять и забрать. Ах уж этот трилони. Вечно мутит всякое непонятное. Я подскочу вперед, попробуй остановить дирижанс. Не приближайся, не дай им себя заметить, или ты все испортишь. Добрый день. Здравствуйте. Надеюсь, я вам не мешаю своим пением. Нисколько. Я готовлюсь к выступлению. На свободной странах. Вы сказали к выступлению? Да. Да, мэм. Небольшой бенфис. Собираем средства на строительство оперы в Блэк Уотере. Джузеппе Малдун. Мистер Честер Дэмсон. Та самая певица? Ох, вы мне льстите. Я никому не льщу. Остановите дирижанс, любезный. Остановите дирижанс. Мисс Дэмсон, почему вы больше не поете? Нью-Йоркская аудитория. Она оказалась... Довольно жестокой. В Нью-Йорке живут педанты и дураки уверены в том, что мы на Западе не имеем ничего общего с культурой. Всецело с вами согласна. А вы... Вы не могли бы... Это всего лишь маленький концерт Блэк Уотере, но... Не могли бы вы сейчас что-нибудь исполнить? Я... Я ищу меца-сопрано. Ну, я даже не знаю. Мисс Дэмсон, это ваш долг перед Вест-Элизабет. Пожалуйста. Просто прелесть, шик. Пойдем аккуратненько. Трилоний просто шикарен. Браво. Мэм! Мэм, нужно ехать дальше. Эти дороги, они небезопасны. Мое любезное, они совершенно безопасны. Можем мы уже поехать? Не надо успеть на поезд. Помолчите, склочный человечишка. Еще раз, с самого начала. Прекрасно. Мэм, этого вполне достаточно. Не дадите ли вы вашу визитку? Концерт 23 числа этого месяца. Миссис Дэмсон, ваш голос, это просто... Магнифико. Простите, что потревожил вас, джентльмены. Всего вам хорошего. Браво. Просто шикарнейшая миссия. Прям похлопаю. Вот за это, эту игру я обожаю. Неплохо сработано, Артур. Хоть разок у тебя все получилось. Хе-хе. Да уж. Отлично, сэр. Отлично. Это было не трудно. Ты все сделал сам. Мы работали в команде, мой мальчик. Вот. Спасибо. О, отлично. Заходи к Олдену время от времени. До скорой встречи, Артур. Великолепная работа. Нифига себе. 300... Ваша доля 206. Офигеть. Такая непыльная работа. Контрелани, трилони. Просто браво. Да, порадовал меня. Скупщик, что у нас с заданиями? Тут есть дополнительное. Далеко ехать. Альберт Мейсон снова. Ну, будем в тех краях. Тогда и будем выполнять. Ну, а сейчас к Биллу. Билл Уильямсон. Прогулка по живописному городку. Билл, Мико и Шон встречаются с Грейми в салуне по поводу работы. Звучит привлекательно. Погнали, девочка. Трилони прям поднял мне настроение. Нет больше оперных левцов, которых мне надо ограбить. Как выживаешь, Артур? Тут награда за нас. 50 баксов. Можно, кстати, выплатить. А можно и не платить. Ты сегодня отлично выглядишь, Билл. Заткнись. Мы ждали тебя, Артур? Ну, извини, что опоздал. Ну, ладно, надо идти. Какой у нас план? На встрече с Грейми в салуне. Говорили с Биллом о работе, что-то охранять. Зачем мы вообще помогаем им? После той истории с лошадьми. Потому что мы должны оставаться с ними. И они платят. Так какая охрана им нужна? Скоро узнаем. Ну, пошли. Билл, как по-твоему, тут нет подвоха? Конечно нет. Дальше сказал, что мы продолжим с ними работать, пока не найдем это золото. Можем доверять? Ну, вообще, кому-то можем доверять? Посмотрим, что они скажут. Они сказали, что с лошадьми. Пристоя большое недоразумение. А сгоревшие поля? Они не знают, что это сделали мы. Да неужели? Да. Они думают, это сделали Брейтвейты. Слушайте, я к этим Грейм присмотрелся. Насчет этого дела они не врут. Нас тянули в эту старую войну. И при этом мы не пользуемся ситуацией. И наоборот, все нас используют. Говоришь, что Кэтрин Брейтвейт. Постой. То есть, что-то не так. Вот сейчас тебе что-то не так. С самого начала... Черт! Какой он дьявола! Приднись! Клятся, сволочи! Вот так. Шона убили. Не могу поверить, что у меня ранили, сволочи! Ты в порядке? Жить буду. Шон! Болваны! Он мертв? Посмотри на него! Конечно, блин, он мертв! Как я мог не догадаться, что это ловушка? Морган, ты точно хочешь поговорить об этом сейчас? Ты знаешь, как отсюда выбраться? Пока нет. Они заглавили нас в угол. Это все, на что вы способны, болваны? Да! Я не знаю, что это, наверное! О! О, я! Сейчас ты готов! Ты готов! Я буду считать, что это! эти трусы засели вооружений я главу ходу ты подходи сзади и кто из этих сволочений уйдет живым парни тут слишком горячо да что ж такое сзади заходи давай конец вы сдохните как не сбоку зайду давай морган давай туда живо чёрт я побрал морган я сейчас прикончен походил они бесконечно идут хорош морган ты теряешь хватку посмотри вон на ту прорезу в черепешона и не заикайся мне про хватку но ты все равно безопаснее чем снаружи они оба вооружены так возьмем вот эту винтовочку внимание стреляйте в них из всего что у вас есть я хочу чтобы эти гады сдохли доверен в этом да мне кажется что грей нас раскусили а то есть теперь дошло ни хуй добычи такая черта добыча с пустыми руками мы не уйдем если конечно выберемся отсюда конечно мы выберемся это же мы с тобой морган мы всегда добиваемся цели по твоему это добиться цели видишь эти трусы убегает похоже это все еще не шериф грей обе дел черт возьми а делала потом пошли шериф грей видите порядок городе это все катится к чертям я у себя возобнили шайка жалких бандитов бог знает откуда вы что правда думали что мы не знаем чем вы занимаетесь выходи шериф все кончено так что-то за оружие вы справлялись с разными негодяями сто раз опаснее вас дурбовик да нафиг это город грейф всегда был вашим нашим и останется я вам остался всего один грей так шляпа хоть какая-нибудь это ты такой передок интересный загиб морган тащи свой зад сюда выходи шериф речь мы войдем те сами когда мы разберемся с вами собьемся остальными вашими женами детьми мы все мы пустим кровь так немножко пограблю срежу это для вас так надо что-то съесть чтобы орлины глаз улучшить выпить скорее ром но зажигательная смесь а я кого-то не того ограбил нам так по моему моя шляпа нельзя взять ну ладно хочешь чтобы вы вышли мы войдем черт бил бросайте пушки оба не надо вы знаете что мы не можем этого сделать лучше ты бросай оружие шериф я мозги вышибу хочешь оставить свою дружку компанию его в случае вы все покойники вот так вот черт неплохо он был хорошим малым откуда я мог знать черт возьми дай-ка подумать они нас уже подставляли мы им не нравились вы разрушили ферму мне продолжить отстань от него морган он пытался напомочь как и ты как и хозья а ты только жалуешься когда что-то не получается кроме тех случаев когда ты сам во всем виноват ты сам не знаешь что говоришь ты ни о ком не заботишься кроме себя самого ты стараешься бог знает что но ты ничуть не лучше нас всех я с вами парни уже сколько полгода а ты все это время только жалуешься да драться ты можешь а вот думать нет а ты не можешь ни того ни другого ха ну ладно пастушок билл забери тело похоронила где-нибудь в тихом месте миха нам с тобой пока лучше не разговаривать я так тебя боюсь проваливайся кретины он был для меня как надоедливый младший брат сколько всего нам довелось пережить что же мы натворили такая жизнь обычно так и заканчивается чего вы ожидали вот ей прогулка по живописному городу никаких допов не сделал ты смотри-ка ну ладно блин дебильная шляпа это конечно ты где мы вообще просто на природе да теперь туда нам путь заказан постепенно все становится красным зереза ладно поехали к альберту мэйсону надо немножко развеяться так я приехал сюда его уже нету интересно видимо по времени не вовремя но как было бы тут как других играх приезжаешь к месту когда не вовремя можно промотать просто а эта игра непростая она заставляет ее делать миллион ненужных вещей тратить свое время вот он так оружие с собой все как вы же вы еще живы мистер морган как вы судя по всему несъедобный а в остальном все хорошо как продается работа над проектом ну это рай на земле а я преданный слуга господа хотя возможно не самый талантливый я уже несколько недель пытаюсь запечатлеть красоту и грацию диких лошадей но эти шельфы постоянно убегают от меня это серебристая пега в яблоках масть я знаю красавец только ко мне разумеется и близко не подходит видно чует мою глупость может мне его подогнать поближе ой это было кстати а мне трудно я чувствую себя таким недотепой хорошо ждите здесь по крайней мере в этот раз мне не грозит быть съеденным это сволочь так быстро говорит я очень вам благодарен садитесь на лошадь блин как красиво посмотрите обалдеть мистер мейсон я ненадолго должен вашу лошадь конечно мистер морган все что вам угодно по-моему это игра о любви к лошадям в первую очередь великолепные животные такая грация сила скорость хорошие мустанги ну же что я что-то не так сделал лошади погибли вау окей вперед ну же давайте а их должен подгонять понятно сделаем вас всех знаменитыми так у меня не кормленная лошадь почему-то хотите что вас сфотографировали тогда вперед я их под паровоз наверное загнал в тот раз идите вперед и выглядите при этом красиво давайте хорошие мустанги ну же какая красота боже мой а теперь бегите пошли пошли вперед ну все у меня получилось у меня получилось да артур да там кадр такой можно было сделать в этой местности с ума сойти вы гений я умею ездить верхом ну по моим меркам это уже признак гениальности я слишком любезны как там обстоят дела с фотографиями о все прекрасно вот сделал снимок волков для того как они пытались нас есть это вам молодец спасибо берегу себя мистер мейсон и вы тоже сэр вы тоже а теперь последняя проверка эти задания как будто артур пытается загладить свою вину даже такое ощущение что это у него в голове происходит знаете такая другая сторона его ну поэтому задание явно было видно что он любит лошадей по-настоящему прекраснейшие животные красота вот кого на фотографировать и место просто потрясающее представляете какой кадр получился когда они бежали брызги воды из-под копыт у вау освещение какое было с ума сойти но на этом серия заканчивается всем кто смотрел благодарствую до встречи